МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Столько же Ламборгини. А каких-то бюджетненьких Бентли по 200 тысяч долларов вообще больше сотни. В целом, больше, чем в Монако и Ницце. Секретные материалы нашли самые дорогие автомобили в Украине и узнали все об их владельцах. И выяснили, почему же они продают свой автопарк. Роллинг он, роллинг он, роллинг он. Это не Дубай и не Беверли-Хиллз. Весь этот парад понтов снят на дорогах Украины. Номера в основном только двух регионов страны. Киев, серия АА, и Донбасс, буквы АМ. Политики и бизнесмены, спортсмены и звезды шоу-бизнеса. Каждый хочет выделиться своим суперкаром. Они рассекали по плохим дорогам на крутых тачках, жили на широкую ногу и ни в чем себе не отказывали. Но в один миг для многих все резко закончилось. Революция, кризис, война и доллар по 25. Все это повлияло не только на кошелек обычного украинца, но и на самых богатых людей страны. У кого-то накрылся бизнес, кто-то бежал из страны. А их сверхдорогие игрушки тут же появились на сайтах автопродаж. Мы решили узнать, кто и почем продает самые дорогие автомобили в Украине. Начинаем охоту на вип-кары. Эти кадры сняты в прошлом году. Киев, белый день. Из двора дома выезжает Toyota Land Cruiser. На машине запрещенные спецсигналы, а возле джипа человек с автоматом. Сразу видно – машина из Донецка. По нашим данным, в этом доме живет бизнесмен из Донецка Василий Малютин. Это же Малютин, да? Малютин. И мы приехали к нему покупать одну из самых дорогих тачек в мире – Rolls-Royce. Я с автомобилем вам телефоную. Rolls-Royce. Да, есть Rolls-Royce. Я бы хотел на него подивиться. Цена за такую машину – колоссальных полмиллиона долларов. Но эта подешевле – всего 160. Ей уже 10 лет. Как вы уже успели заметить, номера на Rolls-Royce – Донецке. Как и на мотоциклах, ну и на этом – Chevrolet Express. Всех этих железных лошадей перевезли в Киев два года назад, как только на Донбассе стало неспокойно. Когда началась АТО, приехали сюда. Да, приехали сюда. В принципе, Rolls-Royce неплохой. Но мы не рискнули покупать. По техпаспорту этот Rolls-Royce оформлен на фирму «Альфа Групп». Судя по реестрам, эта компания может быть офшорной, так как основана в Никосии. Фирма Василия Малютина входит в состав крупной бизнес-империи лучшего друга Януковича-младшего Андрея Алёши, у которого тоже есть Rolls-Royce с одноименными номерами ДМС. В следующем выпуске мы попробуем купить уникальную Ferrari FF беглого министра Эдуарда Ставицкого. Эта машина стоимостью приблизительно 300 тысяч долларов была арестована, но в начале года семья Ставицкого её отсудила. Теперь, по слухам, машина продаётся. Алё, здравствуйте. Я по поводу Ferrari Ставицкого. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА